Визит на Брещину таких гостей – настоящее событие. Это отметил мэр города Александр Рогачук в самом начале встречи. На официальном приеме главы областного центра собрались талантливые вокалисты из Нидерландов, которые зарекомендовали себя во многих странах мира и уже успели влюбить свое творчество в брестскую публику. Хор под названием «Кантатрекс», приехавший для участия в 28-м международном фестивале классической музыки, январские музыкальные вечера, завоевал симпатию и градоначальника. Удивительным стал тот факт, что в составе коллектива не профессионалы, представители разных профессий от 25 лет и старше. Всех их объединяет любовь к искусству. В своем выступлении Александр Рогачук поблагодарил артистов, высказал слова восхищения творчеством гостей Брещины. Вокалисты хора в ответ на теплые слова исполнили одно из произведений своего репертуара. «Кантрибулатус, кор контритум et humiliatum, «Кантрибулатус, кор контритум et humiliatum, по окончании дружеской встречи глава областного центра вручил гостям памятные сувениры». Ценные презенты, по словам городоначальника, станут хорошим напоминанием для артистов о визите на Брещину, а еще поводом вернуться в гостеприимный Полесский край. Мэр города Куворден Берт Баумейстер, в свою очередь, преподнес брещенам национальные башмаки – символ движения вперед. Международное сотрудничество между Брестом и Куворденом не ограничивается культурой, а потому на повестке дня стояли не менее важные вопросы – экономические. Взаимодействие в этой сфере в последние годы набирает обороты. «По прошлому году мы удвоили экспорт в Нидерланды. И пусть пока, я имею в виду город Брест, и пусть пока идет речь о сотнях тысяч долларов. Это хороший нормальный прецедент, потому что до этого торговля с Нидерландами всегда была улица с односторонним движением. Они нам сюда цветы, они нам корм для животных, они другие там товары, а мы им ничего. В этом году, в выходящем году, в 2015 году, мы туда молочную продукцию стали поставлять, даже продукцию машиностроения и другие виды продукции, которые происходят у нас в городе Брест. Такие изменения в положительную сторону – хорошая заявка на дальнейшее эффективное развитие экономических отношений. Тем более, что останавливаться на достигнутом стороны не планируют. За круглым столом городоначальники обсудили самые разные вопросы – выстраивание транспортной и логистической схемы, включающей железную дорогу, расширение ассортимента экспортируемых товаров и многое другое. Так называемых точек соприкосновения оказалось немало, а значит, велика вероятность успешного сотрудничества и организации новых международных проектов. Посещая Брестский край, мы заглянули в Беловежскую пущу, побывали на таможне в пункте пропуска Козловичи. Мы посмотрели транспортный логистический центр, оценили рекреативные возможности. Впечатления самые хорошие. Сейчас мы совместно обсудим вопросы, связанные с взаимодействием в будущем. Хочется пригласить к нам и Брестскую делегацию, чтобы у них сложилась четкая картина наших возможностей. По-прежнему важный вопрос, конечно же, логистика. В ходе встречи оппоненты пришли к единому мнению. Продолжение совместной работы в области экономики необходимо. А потому уже в этом месяце будут подключены эксперты для детального изучения возможностей каждой из сторон.